Девушки отдыхают А вот она есть Бутлеговский закос под Бэтмена Называется просто и лаконично Justice Bat И это хуинити шедевр от конторы С многозначительным названием Bad Wolf Games Эти ребята предлагают нам Сыграть в классический битэмап Ходишь по уровню и колошматишь Тупых врагов Ну собственно вопросы к игре появляются сразу же Псевдо Бэтмен выглядит странно Эта супер пупер технологичная Броня с кривым логотипом Должна была кое-как подмазаться к Бэтсу Но не вышла Выглядит очень убого А еще этот самозванец так смешно ходит Что невольно задаешься вопросом А куда впивается эта броня? Уровни здесь настолько короткие Что мы просто не успеваем Насладиться однообразной Ахинеей творящейся вокруг нас За прохождение каждого из этапов Мы получаем денюшки Тратим их на апгрейд брони и силу удара Классика короче говоря После прохождения десяти однообразных уровней Нам разблокируют Робина чудо-хуюдо мальчика Он также одет в футуристическую броню Только красного цвета Собственно у него нет никакой разницы С бутлеговским Бэтменом Только внешние данные Ну и более-менее приличная походочка Самое интересное что разработчики Решили сделать смену персонажей Прямо на уровне Вот отмудохали гопники Вашего пиратского темного рыцаря Нажали кнопочку и будут уже мудохать псевдо-робина Благо полоска жизненной энергии у них разная Хоть на этом спасибо Бэтс и Робин умеют пинаться и делать комбо ногами или руками Прыгать еще могут и использовать дополнительные предметы Выпадающие из вражен Электрическая батарейка, сюрюкен, пистолет, ну и так далее Враги на уровнях правда не особо разнообразные внешне Но вооружены своими кулаками, битыми ножами, даже пистолетами и автоматами Что иногда повышает градус противостояния Начинаем игру с классических темных подворотен Где обитают гопники и прочие отребья местной вариации Готэм-сити И так дальше уровень за уровнем Мы идем по городу, по улочкам С магазинчиками, автосервисами и парковками И местный клон Бэтмена Калечит население целых районов Так продолжается вплоть до 16 уровня Именно на этом уровне происходит глюк Играть дальше невозможно Просто враги так боятся этого поддельного Бэтмена Что тупо не выходят на бой В этот момент я даже немного расстроился Хотелось продолжение этого поддельного просроченного банкета И посмотреть, а чем же закончится этот вшивый бутлег Поэтому пришлось покопаться в интернете И найти предыдущие версии этой игры И вот тут началось самое интересное Предыдущая версия до обновления Носило совсем другое название Titan Phoenix Rise of Darkness И это реально была совсем другая игра Сразу нужно отметить Нас ждет полноценный битэмап в классическом его виде Идешь по уровню и доходишь до босса В старой версии реально полноценные длинные уровни В отличие от обновленной версии Здесь длинные локации содержат кучу врагов Которые любят атаковать игрока пачками Робин здесь доступен вообще сразу И никаких заморочек с прокачкой нет Просто самый настоящий классический битэмап Правда корявый и глючный Это не поменялось с обновлением Местные боссы здесь бездарные переделки Или подражания персонажам DC Comics В новой версии увидеть их кстати не вышло Зато старая сохранила для истории это убожество Я думаю удалили их специально Опасаясь что DC за это выпилит игру с гугл плея Ну и понимаешь Только я разыгрался в эту хую нить игру Как меня ждал очередной облом Стоит замочить босса второго уровня Кривожопую местную вариацию Бэйна И нам тупо не дают пройти дальше Мда, всего два уровня на игру И все, разочарование года блин Ах да, ну еще дают поиграть в режим аркады Это что-то вроде режима выживания на одной арене Где важны очки набранные во время одной битвы Наскучит через две минуты игры Это я вам гарантирую Собственно эта поделка осталась для меня настоящей загадкой Почему только два уровня Где полноценный сюжет Где разнообразие Ведь заготовки для этого были И старая версия игры гораздо интереснее и веселее А главное пусть и плохая Но все же получилась более-менее настоящая игра Которую надо было просто допиливать дальше А самый главный вопрос вообще остался без ответа Зачем было делать такое жуткое и бездарное обновление Дополнение, которое просто испортило все наработки предыдущей версии игры Мда, все что можно сказать Пути бутлеговского трэша неисповедимы И напоследок маленькая реклама от меня Каналу нужна ваша поддержка Покупайте мой новый роман-коллекционер пустоты Ссылочки на обычную книгу электронную версию Или аудиокнигу Есть в описании к этому видео Ну а всем тем, кто уже поддержал канал И меня лично Огромное, просто гигантское спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok